Поступили нарекания, мол, в грязной прудовой воде происходит засорение аэратора, но это происходит довольно странно. То есть поток воды не уменьшается, но исчезает количество пузырей, смешиваемых с воздухом. Причем значительно, это очень заметно, вплоть до полного исчезновения. Интересно, почему это происходит. Что можем предположить? То, что пропадает вакуум, в улитке, перестает всасываться воздух и перемешиваться с водой. Хотя, с другой стороны, непонятно, все-таки крыльчатка работает, он как бы насос подает, а как он не создавая вакуума, перед крыльчаткой будет всасывать воду и толкать ее вперед. То есть, как-то непонятно. Возможно, дело о хитой конструкции улитки. Ну, попробуем это выяснить, сейчас разберем и посмотрим. Так. Опа, как он элементарно снимается. Так, что у нас здесь? Интересно. Интересно. Вот, вот, это у нас, вот, у нас там волна ососа. Вот. Так, вот он здесь прокручивается. Так, сюда вот у нас подается воздух. Вот, что у нас там? А, понятно. То есть, вот вал насоса, ну, то есть, и улитка, вернее, как бы крыльчатка вынесена вот сюда. Вот здесь вот она находится, а не здесь, ближе к насосу. Вот, то есть, и вот, видимо, он отсюда всасывает, забирает воду, ну, то есть, улитка находится, вот крыльчатка, наверное, здесь подальше. Вот сама крыльчатка насоса. И вот здесь вот происходит подсос воздуха. Вот, то есть, ну, как бы, в принципе, здесь-то столько расстояния, что засориться здесь, это, ну, довольно сложно. Нужно смотреть туда, там ничего не видно. Вот. О, так. Что у нас здесь? О, так. Не знаю, видно или нет. Вот. О, в трубе. Вот он, пропеллер улитки. О, кстати, он этот металлический, что ли, интересно, сейчас посмотрим. Нет, пластиковый просто. Просто серебрянкой, видимо, покрыт, как вакуумник. У моей шестерки, которую я в грузин покупал. Ну, или не грузин, не знаю. В общем. Так, ну, здесь, в общем-то, так. Что можно сказать ещё? Ну, если только вот эту вот открывать, дальше разбирать. Вот. Так, вот он там находится. Ну, вот. Сейчас покажу. Вот она вот так вот крутится. Вон мои пальчики там видны. Вот. Такой. Прямо. Прямо как этот, аппарат, сжав ифа-кусто. То есть, если бы было много кабеля, можно было бы раз занырнуть его к валанге, обнять его. И всё, и поплыл. Вот. Под водой. Хотя, не знаю, если там аккумуляторы. Ну, ладно, я уже тут расфантазировался. М-м-м-т. Так, ну что. М-м-м-т. Попробуем это разобрать. М-м-м-т. Доломаем устройство до конца. Вот так. Поставим на станину. Так. А, как она здесь стояла. Вот так вот. Вот. Ну, слушайте, откручивается довольно-таки нормально. Ну, окей. Здесь одно нержавейки. Сколько. Так. Момент истины. Так, что мы... Сейчас уберём. Опа. Вот. Вот. Так вот устройство. Здесь. Это вот отверстие для забора воздуха. Такое вот. Вот оно. Так. Как хорошо, что я снимаю видео. Но точно не забуду, как собирать потом. А то вечно. Руки-то крюки. Вот. Такая штука. Ну, а нет. Здесь не серебрянка. Вот. То есть. Всё. Вот. Такое вот. Ну, вот. Грубо говоря, вот так вот. Можно даже разобрать спокойно. Ну, вот. Единственное, трущащая часть. Это вот здесь подшипник. И вот здесь вот. И вот здесь вот подшипник керамический. Вот. Тулка, в принципе, как бы, довольно-таки нормально. Нет. Охлаждение происходит водой. Нет. То есть, в принципе, как бы, даже вот советуют иногда вот так вот разбирать, смазывать. Вот. Так. Так. Ну, что сказать. Вердикт. Вот какой. Даже не знаю. В принципе, здесь ничего такого-то, как бы, чтобы... Вот. Что-то такое было. Единственное, что... Здесь подсос воздуха. Нет. Что здесь... Что здесь может засориться-то так. Ну, чтобы вакуум не создавался. Нет. Потому что, что, на крыльчатку там что-то намотать может. Нет. Ну, если там сетка, это облепится. Ну, все равно здесь трубка же наверх идет. Вот. Как-то поток воды все равно есть. Вот. В общем, пока что для меня это загадка. Вот. Здесь у кого есть мысли, то информируйте, что может быть. Вроде как появилась у меня версия. То есть здесь вот стоит такой фланец. Вот. То есть такое устройство. Воздух поступает вот сюда. Вот. То есть... И вот этот фланец. Вот. То есть он направляет его вперед. Ну, вот. То есть это трубы. И вот оставляет... Здесь остается такое... Кольцевая щель вокруг. То есть ограничивается вот краем этого фланца. И вот этой вот фаской. Ну, то есть вырезать такую некую резиновую прокладку. Вот. То есть по диаметру. Ну, я не знаю. Там... Может несколько слоев там. Вот. Миллиметров пять. Хотя бы попробовать. Ну, не знаю. Сантиметр, может, максимум. Вот. То есть, в принципе, я не знаю. Винтов должно хватить. Вот. То есть посмотрим. Ну, и как бы вот. Думаю, можно будет как бы протестировать такой как бы доработанный вариант. Это как бы установки. Ну, вот. Я собрал конструкцию. Наживил болты. Вот. То есть там действительно вот запас, в принципе, есть. Вот. То есть по болтам. Ну, где-то там миллиметров пять-то точно будет. Вот. То есть. И, в принципе, как бы можно приспустить вот этот вот фланец. Вот. То есть там, ну, предварительно, конечно, вставив этот. Какую-нибудь прокладку резиновую. Ну, это круговую, желательно, по всей площади. Вот. То есть тогда здесь щель заборная. Вот кольцевая, она расширится. И уже не будет так подвержена засорению. Вот. Ну, как бы остается вопрос, как он будет перемешивать воздух. Ну, в принципе, зимой это не так важно. Вот. То есть на лето. Ну, хотя летом, если грязь за водой. Ну, нужно, в общем, тестировать, смотреть. Вот. То есть как это будет происходить. Вот. То есть встает практически штатно. Вот. Почему говорю практически. Потому что, ну, все-таки здесь есть посадочное место для насоса. Вот. Где он фиксируется. И вперед-назад. Вот. То есть, ну, возможно все это сделать. Вот здесь вот. Основание. Ну, вот. То есть для фиксации. Вот. То есть, если вот эти вот фиксирующие штучки, вот, то есть подпилить, вот, вот они вот, которые ограничивают, вот, то есть движение насоса. Ну, тогда его можно дать немножко назад. Ну, вот тогда вот это вот, как бы, щель, ну, то есть можно расширить, и он будет стоять практически штатно. Вот. То есть, и вполне, как бы, все это легко можно вернуть назад, если там будет что-то не устраивает. То есть, грубо говоря, он будет вот так вот немножко подальше стоять. Вот. То есть, а это вот немножко вот впереди, немножко впереди, и вот там, как бы, щель будет, как бы, увеличена. Здесь, естественно, резиновая, как бы, прокладка по всему кругу. Вот. То есть, вот, как бы, такой вариант. В принципе, можно, конечно, и немножко дальше здесь, в принципе, это место позволяет. Вот, то есть, еще назад дальше, вон там, наверное, целый сантиметр. Вот. Но у нас уже здесь болтов не хватает. В принципе, как бы, озадачивается приобрести болты подлиннее, там, ну, как бы, или шпильки. И, в принципе, как бы, можем, наверное, даже готовы болты, здесь они насквозь пройдут. Вот. То есть, такой длины, если есть. Ну, если нет, там, шпильки, вот, то есть, и уже тогда можно играться, там, в достаточно широких пределах. Вот. То есть, и делать именно, как бы, вот эту щель, вот, то есть, там, ну, вплоть, там, наверное, как бы, там, до самого большого размера, вот, который получится. Вот. Тогда уж там точно ничего не засорится. Вот. То есть, ну, как он будет работать, это нужно будет уже смотреть и тестировать. То есть, ну, как он будет.